60 километров, в общем, я еду с Кореновска до Краснодара, еду по 2,5 часа, бывает. Мы не часто ездим здесь, сегодня первый раз, но вот минут 20 стоим. Пробки здесь бешеные. Сколько стоит тяжело? Ну, минут 30, я думаю, стоим 40. Постоянно пробки уже замучились, сколько лет, лет 3 или 4, только пробки, пробки, никак не сделают дорогу. Что это за безобразие? В сутки на этом участке трассы М4 Дон пытаются проехать десятки тысяч машин. Чтобы попасть в Краснодар со стороны Ростова, водители вынуждены часами стоять в пробках. И это еще до начала курортного сезона. В южном направлении сегодня движется всего одна полоса. Пробка исчезает, когда к проблемному участку подъезжает руководитель региона. Никакой магии, всего лишь оперативная работа регулировщиков. Вениамин Кондратьев возмущен. Зачем пытаются замылить глаза? Ведь он сам не понаслышке знает, что здесь происходит каждое утро. Происходит отчасти кино. Я принципиально говорю, что больше кино снимать не будем. То есть, есть проблема, которая ежедневная. А сегодня мы пытаемся попасть ее паркетной. Вот в паркете и в кино не снимаюсь принципиально. Каждое утро здесь сумасшедшие пробки. И с одной, и с другой, и по ростовской. И никто не свистит и не прогоняет. С чем сталкиваются наши жители каждый день, каждое утро и каждый вечер. И эту проблему замалчивать не нужно. Мы сюда приехали, чтобы ее решить. Мы сейчас специально сядем и проедем, просто посмотрим. Посмотрим, знаете, и там, где вы хотели показать, что мы работаем. А там, где вот сейчас проехал я в ту сторону и вернулся, где никто не работает. Давайте садимся в автобус и поехали посмотрим. Уже в автобусе предметный разговор. На трассу М4 Дон в Рио губернатора выехал специально, чтобы проверить, как сегодня ведутся ремонтные работы. Расширять федеральную магистраль, чтобы разгрузить ее от пробок, начали еще в 2012-м. В январе 2015-го руководитель Автодора в очередной раз обещал, что к началу курортного сезона в сторону побережья откроют две полосы. Но сейчас выясняется, что дорожники вновь не успевают к сроку. Давайте посмотрим, кто работает и сколько техники работает. Пока я особо активно ее не наблюдаю, а я наблюдаю только одно – сумасшедшую, именно сумасшедшую длинную пробку в летний период. Эта пробка умножится в четыре раза. После объезда Кондратьев решает здесь же, на трассе, провести совещание. Перед разговором с подрядчиком надевает галстук. Беседа приобретает официальный тон. С 2015-го года ведется данное строительство. Уже 2015-й год. И, поверьте, каждый год были какие-то обещания, заверения. Я очень хочу подчеркнуть, что они были. Больше их не будет. Потому что говорить о том, что что-то куда-то опять сдвигается по срокам, при мне будет недопустимо. Сарафанное радио быстро разнесет, что проблемы с дорогой М4 Дон те же, что и в прошлом году. А поскольку автотуризм сегодня одно из любимых способов передвижения россиян к Черному морю, то, конечно, мы ставим под прямую угрозу наличие автотуристов в Геленджике, Анапе и Туапсе. И в целом в этой части поберечь. Вот это для меня недопустимо. Сегодня от Василковского района до Динского нет ни одного готового участка дороги. Это больше 50 километров федеральной трассы, которые предстоит отремонтировать. До 1 июня у нас прямое направление, это Ростов-Краснодар, будет завершено. Две полосы движения в прямом направлении, одна полоса обратном направлении. Конец июня у нас будет две полосы в одном и в другом направлении. И конец августа у нас вот объекты эксплуатации. Вовремя не успели из-за смены подрядчика, оправдывается перед Кондратьевым руководитель краевого управления Автодора. И у главы Кубани в свою очередь жестко заявляет, люди не должны страдать из-за халатности подрядных организаций. И ставит последний срок. Две полосы в направлении юга должны заработать к 15 июня. До сегодняшнего дня можно было говорить о том, что где-то кто-то помешал, подрядчик, не подрядчик. С сегодняшнего дня я оставляю за собой право, если в срок, который вы обозначили, дорога не будет сдана, сделает так, что не просто вы ее завершать не будете, а будет ответственность вплоть до уголовной. Потому что просто так вот не получилось или не смогла, как в анекдоте, для меня не принимается. Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Динской район.